Велопробег Восьмерку нужно проехать по правильной траектории, не сбить кегли на змейке и войти в поворот. Это не просто развлечение, а серьезная подготовка к реальным дорожным условиям. Впереди может быть какая-то яма, канава, либо еще какие-то непредвиденные ситуации. И водитель велосипеда обязан своевременно среагировать. Мы видим результат, у нас получается выполнять те достаточно сложные элементы вождения. Поэтому здесь этот тоже элемент мы отрабатываем, чтобы дети могли выбрать, подготовить, чтобы не было каких-то сложностей во время движения. Все задания наши юные герои выполняют под чутким руководством дорожных полицейских. Это уже второе занятие сотрудниками ГИБДД. И ребята признаются, нужно еще подучить правила и поработать над умением управлять велосипедом. Ведь они теперь полноправные участники дорожного движения. Трудно сегодня. Просто раз было полегче. Восьмерку объезжать, в горку переезжать. А так все нормально. Нужно будет также учиться маневрировать. И если здесь научиться, то в велопробеге будет легче это все сделать. На этот раз сотрудники дорожной полиции устроили настоящий экзамен для ребят. Мальчишки прошли тест на знание ПДД, но сдать его не удалось никому. Даже наставникам с их многолетним опытом вождения. А еще участники нашего пробега смогли сами сесть за руль виртуальной машины и понять, как видят их соседи по дороге. Нужно быть всегда предельно внимательными и понимать, что водители, даже нарушая правила, могут начать движение. Поэтому здесь нужно либо пропустить водителя, либо дождаться, пока он уедет в прямом направлении, либо каким-то образом посигналить ему. То есть привлечь его внимание. В большой велопробег эти ребята отправятся 13 июня. Они проедут около десятка городов по всему краю. И везде их уже ждут. К этому событию мы готовились почти год. И обещаем, это будет незабываемо. Проект нас ждет огромный, колоссальный, грандиозный. И что для детей это будет не просто праздник, а, наверное, воспоминание на всю жизнь. Потому что программа, которую нам предложили на местах во всех этих городах, она просто потрясающая. Это и мастер-классы, это и какие-то полезные вещи. Ребята смогут овладеть какими-то полезными навыками. И многочисленные экскурсии, в том числе на производство, что тоже ребятам будет интересно. Это и путешествия, это и прогулки на пароме по Красноярскому морю. Но самое главное, они смогут еще раз напомнить взрослым о том, что каждому ребенку нужна семья. И в детских домах живут талантливые, спортивные и очень интересные ребята. И может быть, в конце пути у кого-нибудь из наших участников появятся настоящие, любящие мама и папа. Алина Штокова, Максим Галат, новости. При поддержке компании Красцветмет.